Об отправке КНДР, войск на российско-украинский фронт и военно-полевом романе «Кремлевцев» с Кимом Третьим можно судить по реакции МИД РФ от 25 июня и двум заявлениям Пескова от 1 июля. Пескова пока оставим без анализов и посмотрим, чего от этого романа хочет Ким Чен Ын. Заявление от МИД озвучил Руденко, заместитель Лаврова, который назвал договор между КНДР и РФ своего рода предупреждением тем странам, которые хотят военным путем изменить ситуацию на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии. Руденко и ведомство Лаврова очень старались выписать текст, но вышло криво. Поэтому, чтобы никто не подумал на Китай, имеющий территориальные претензии ко всем в этом регионе, уточнили – Республика Корея может не напрягаться, так как мы тут обсуждаем США. У Лаврова очень старались не обидеть Южную Корею и Японию и даже не сильно обидеть США, объясняя, зачем Кремлю этот военно-полевой роман. Поэтому выставили с заявлением не Лаврова, Рябкова, Ушакова, Пескова или Мидовскую Машу, а Руденку, чтобы в Белом доме не подумали, что они говорят это всерьез. При этом сделали вид, что не замечают Китай и не знают, что Южная Корея не признает формальной передачу вторым Кимом в 1990-е части земель КНДР. Если произойдет объединение Кореи не в редакции Кимов, то этот вопрос будут подымать. В Москве не заглядывают так далеко и военно-полевой роман с Кимом замутили как раз под первое число, когда РФ начнет председательствовать в совбезе ООН до конца года. Кремлевцы надеются выжить из этого максимум и взяли перед Кимом повышенное обязательство добиться снятия с КНДР санкции ООН. Это обязательство зафиксировано в договоре и это одна из основных причин, почему в КНДР опубликовали его сразу после подписания. Вторая причина. Ким раскрыл перед всеми карты, чего он реально хочет от договора. Снятие санкций ООН до конца 2024-го. В этом надеется не только на РФ, но и на еще четырех членов совбеза, поэтому готов пойти на уступки, например, закопать ядерную бомбу и не производить запуски ракет в сторону Японии. Трамп в свое время от Кима этого добился и стал первым президентом США, который постоял на 38-й параллели. Если Трамп вернется в Белый дом, то план Кима выглядит вполне реалистично. Трамп достиг понимания с Кимом, но поругался с Китаем и начал торговые войны. У Байдена все было с точностью до наоборот. Но он не мог совсем подружиться с Пекином из-за наследия Трампа и позиции Си Цзиньпина в российско-украинской войне. В этом контексте можно предположить существование секретного приложения к договору КНДР с РФ, направленного против Китая. Оснований достаточно. Прежде всего, Кремль не теряет надежду добиться от Белого дома снижения поддержки Украины в обмен на присоединение РФ к антикитайской коалиции. Если США, во всяком случае, администрацию Байдена больше волнует китайская экспансия в регионе Тихого океана, чем экспансия РФ в Европе и на Кавказе, то кремлевцы считают, что им есть что предложить. Заодно для себя создать инструмент – давление на Китай, в зависимости от которого РФ впадает не по дням, а по часам. История российско-китайского 30-летнего конфликта времен СССР известна. Это если не заглядывать в 17 и 19 века. Так что для США желание РФ дружить против Китая может выглядеть вполне убедительно. Может, но не обязательно. У Кремля есть и другие мотивы, более практичные, чем схемы геополитики. Они уходят в 1860-е, когда российские и китайские империалисты чертили между собой границу и делили бесхозные земли Кореи с исторической Манчжурией. В результате нарисовали очень специфическую границу по реке Туманганг, которую в СССР в 1972-м переименовали в реку Туманную в связи с конфликтом с Китаем. На всех местных языках название означает «река Тумена» – «десяти тысяч». Но это противоречит тезису об исконной принадлежности левого берега исторической России. Поэтому в Кремле водоем переименовали, как и все, до чего дотягивается московская ручонка. В англоязычных публикациях реку называют Тумен или Тюмень. Сухопутная граница между РФ и КНДР проходит по течению реки на отрезке 17 км, а затем еще 18 км она идет уже между КНДР и КНР по левому берегу, где владения Китая, как кишка аппендикса, зажаты между рекой и владениями РФ. Ширина этой полосы от половины до полутора километров, и она действительно, как аппендикс, тянется вдоль реки от китайской провинции Гирин, расположенной за рекой и врезающейся в земли людоедов. Царь Александр II уступил этот отрезок Китаю, решив, что России хватит и 17 км границы с Кореей, а Пекин таким способом взял Корею почти в кольцо. Первыми неудобства от узости этого аппендикса ощутили японцы и созданные ими в 1932 году государство Маньчжоу-Го, в состав которого входила провинция Гирин. Москва не соглашалась расширить аппендикс на полкилометра и провести границу с Маньчжоу-Го по озеру Хасан, уступив около пяти квадратных километров земли, населенной только сусликами. В Москве посчитали, что для сусликов принципиально жить в СССР, а не в мире, где правит капитал. В результате японцы и маньчжуры в 1938-м попытались убедить советских пограничников уйти за Хасан как естественную линию разделения. Для их же удобства только неудачно. В 1945 году Красная Армия заняла Маньчжоу-Го и передала Гирин с аппендиксом КНР, но Ким Первый отказался признавать такое решение Москвы. В годы советско-китайского конфликта вопрос о возможности возвращения Северной Корее этого отростка стал стимулом дружбы КНДР с СССР против КНР. На дружбе не хватало опор на реке. В 1951-м Сталин построил первый деревянный мост дружбы в КНДР. При Хрущеве в 1959-м вместо него возвели железный, и он до сих пор единственная транспортная связь между КНДР и РФ. На мосту есть одноколейная железнодорожная полоса, по которой раз в 20 лет проезжает бронепоезд Кимов. Уровень перевозок по мосту всегда был низким и резко упал в связи с пандемией. По наблюдениям со спутников, он вырос с осени 2023 года. Тогда возле моста со стороны КНДР впервые с 1970-х замечено возведение ангаров и складирование контейнеров. На этих наблюдениях в основном и базируется вывод о полутора или четырех миллионов снарядов, вывезенных в Московию. Подсчет гипотетический. Число снарядов в контейнерах неизвестно, как и не всегда известно, что именно находится в контейнерах. В КНДР форму для армии РФ начали шить с конца 2022-го. Возможно, никак не вывезут. В 20 километрах выше по течению от сооружения российско-корейской дружбы находятся три моста китайско-корейской дружбы. Первый из них с железнодорожным полотном в 1929-м начинала строить японская компания и завершила в 1933-м, связав корейские железные дороги с китайскими на левом берегу реки Тюмень. Второй автомобильный мост в 200 метрах от первого в 1938-м построила японская армия. Его длина 515 метров, ширина и высота по 6 метров. Во время Корейской войны оба использовались для ввоза оружия из СССР и КНР через китайский аппендикс. Авиация США это не бомбила, в отличие от мостов на реке Ялу из Китая в Северную Корею, чтобы не зацепить территорию СССР. В 1997 году Китай открыл этот пешеходный мост для туристов, а реально для челноков из КНР в КНДР и обратно. В результате число таких путешественников выросло до 100 тысяч туристов. Третий четырехполосный мост для автомобилей китайцы построили рядом в 2019-м. Так что по-настоящему крупные перевозки из КНДР в РФ могут производиться по этим трем мостам, а не через хрущевское сооружение. В феврале этого года Ким принял делегацию КПРФ во главе с Зюгановым, с которой обсуждал просьбу Москвы дать разрешение на строительство нового моста рядом с Хрущевским. На переговоры отправили КПРФ, потому что в Пхеньяне со времен Кима II московитов и китайцев считают изменниками делу пролетариата. Зюганову с Кимом III договориться не удалось, судя по тому, что во время визита Путина ничего не заявили о подобной стройке. Были только слова Путина о том, что хорошо было бы позволить китайским судам плавать в Японское море по 17 километрам российско-корейского участка реки Тюмень безо всяких справок и разрешений. Ким пока на такое не согласен, а в связи с тем, что граница проходит по судоходному фарватеру, то без его разрешения Москва бессильна. Стереотип о том, что КНДР – марионетка Китая далек от реальности. В 1960-е-90-е между пограничниками КНДР и КНР шли перестрелки, а северокорейская пресса называла изменой реформы Дэн Сяопина. Только в 2018-м отношения заметно потеплели, когда Си Цзиньпин уговорил на двух личных встречах третьего Кима начать экономические реформы. Семейство Кимов еще с 1950-х балансировало между СССР и КНР, но ставку делало обычно на Москву, как противовес Китаю, традиционному врагу. Москва-корейский национализм скрыто поощряет, и антипатия к Китаю – это то, что объединяет корейцев по обе стороны 38-й параллели. Поэтому военный роман Путина с Кимом можно назвать также маленькой скрытой антикитайской коалицией. Вопрос о разрешении свободы судоходства для китайцев по реке Тюмень до моря – козырь в руках Кима для принуждения Пекина поддержать совбезе ООН снятие санкций с КНДР. Но Японию беспокоит то, что если Ким даст такое разрешение, то у берегов спорных островов Сенкаку станет еще больше китайских патрульных катеров, и они могут установить вокруг них, а не Тайваня, как писала Вашингтон-Пост после визита Путина в КНДР, режим карантина и под таким прикрытием захватить острова. Возможно, поэтому японское издание Nikkei Asia за четыре дня до прибытия Путина в КНДР выпустило статью с предположением, что Москва может снести мост Хрущева и разрешить китайцам построить порт в устье Тюмени на российской стороне реки. Тогда вырастет угроза захвата островов и расходы на охрану. Есть причины предполагать, что это не гипотеза, а развединформация, опубликованная для срыва проекта. Это перепечатали мировые СМИ, что усилило позиции Кима в переговорах с РФ и Китаем о помощи в снятии санкций ООН. Не исключено, что такую утечку в прессу организовали по распоряжению Кима. Через три дня после визита Путина Южнокорейский телеканал сообщил, что КНДР якобы готова отправить четыре из десяти бригад инженерных войск на Российско-Украинский фронт за 115 миллионов долларов. Американский институт изучения войны подтвердил, что все так и есть, а источником телеканала является реальный чиновник правительства Южной Кореи. Песков 27 июня заявил, что ничего об этом не знает. В связи с тем, что Москва вербует на войну с Украиной жителей стран Азии, Африки и Кубы, обещая безопасную службу в инженерных войсках, то, возможно, Ким разрешил кремлевцам вербовку в тюрьмах КНДР по этой легенде. Некоторые тайны быстро перестают быть таковыми. Если все подтвердится, то план Кима с санкциями обречен на провал. По сути, его об этом и предупредили через Южнокорейский телеканал. Эту же цель имело заявление правительства Республики Корея якобы об отправке Кимом четырех миллионов снарядов в РФ. Так что сейчас у Ким Чен Ына основная задача – сушить весла и дожидаться Трампа. Ким Чен Ына основная задача – сушить весла и дожидаться Трампа.